Привет, друзья! Сегодня 9 июня, и мы приехали на пляж Джамите. Это примерно напротив аквапарка. Ну, может, кто знает ориентир, где ГАИ. Дима пошёл получать новые права, а я его жду на пляже, на лежачках. В 9 утра народу ещё мало. Видите, лежаки пустые и песок пустой. Только что проехал кортеж администрации. Видимо, проверка у них пляжей. Останавливались тут, чего-то смотрели. Песок чистый. Чистый песок и, на удивление, спокойное море. Просто вот морская гладь. Но таблички стоят о том, что купание запрещено. Почему, я себе думаю. Зашла в воду. Совсем чуть-чуть водорослей. Первые несколько метров. А, теперь понятно, почему купание запрещено. Вода холодная. Наверное, поэтому страхуется. Ну, меньше 20 градусов. Не знаю. 18. Ноги у меня не работают, как термометр. Ну, я, конечно, буду купаться в такой воде. Не для всех она будет комфортной. Лёгкий ветерок. Вон, видите, флаги развиваются. Это, наверное, спасательная лодка. И вот так народ отдыхает, гуляет. По-моему, прекрасно. По дороге на пляж поняла разницу с турецкими пляжами. Но мы, конечно, были, может быть, в тех местах, где нет городских пляжей. А сплошные отели, не знаю, может, у них везде так. Там совершенно нет торговли никакой по дороге на пляж. Здесь все улицы утыканы ларьками, бутиками, столовыми, кафе. Так что вы не останетесь ни голодными, ни обгоревшими. Любые товары для пляжа всё имеется в наличии в большом количестве. И цены невысокие. По сравнению с тем, что мы видели в Турции, мне показалось, невысокие цены. Рыбаки. Ну да, рыбаки, это непрогулочная сутка. Ну что, какая вода в реальности? В реальности холодная, бодрящая такая, классная. Не знаю, градусов 18, может. Ну здорово купаться. Водоросли чуть-чуть, и вот здесь сначала метров 10-20. Ну где ещё даже и по пояс нету. А дальше, дальше ещё холоднее вода, ещё чище. Классно. Ладно, пойду попробую. Я получил последние права в своей жизни. Почему последние? Разве не на 10 лет до этого? А что, я в 70 лет, что ли, это самое, ещё, что ли, буду получать права? А почему нет? Что, ты хочешь мне на шею сесть? Такой автолюбитель, что ли? Конечно, такой. Вот. С помощью госуслуг первый раз в жизни, я говорю, добрые слова в адрес Дмитрия Анатольевича Медведева, который придумал госуслуги и скидку на 30%. 600 рублей мы сэкономили, а нам сам досталось только 50 рублей за незаконное требование номера платёжного поручения. Послали меня в соседнюю фирму, с которой, наверное, делятся. Вот, 3200 рублей вместе с Медкомиссией обошлось всё это. И со взяткой 50 рублей. С незаконными поборками. Да, да, да. Так бы было 350. Да. Всё, пойду купаться, охлаждаться. Банан возвращается на пляже Джинеты. Красота, народ накатался. Также мотоциклы. Сейчас узнаем цены, сколько это стоит. О, палатка. А чём у вас мороженое? А там же закрыто всё. Мороженое. 130, 80. А простой стаканчик кореновский? Сколько? 80. 80 кореновский. Будешь? Нет, нет, нет. Ну, нет, так нет. Пойдём на выход. Вот ещё детский городок. Не узнали. Вот там стоят столы для массажа. 400 рублей стоит. Одна зона, например, шея, голова. Вся спина, 15 минут массирует одну зону. Если вся спина, 700 рублей. Массаж на полчаса. О, Дима по горячему песку бежит, бежит. А вон палаточку люди поставили, даже в дюнах. И вот буквально 100 метров от моря. Пляж называется Белый пляж. Белый пляж. А, это да, здесь база отдыха называется Белый пляж. И весь пляж называется Белый пляж. Ну, чем хорошо в Анапе, что тут очень много открытых пляжей. Пожалуйста, сидите, лежите. Берёте лежак, 150 рублей на полдня, на целый день. 200 рублей. Не берёте лежак, бесплатно лежите на песочке. Пожалуйста. Ну, и вот тут, начиная с отеля. Видите, прямо отель выходит. На пляж. И пошла торговая улица. Всё, что угодно тут найдёте. Зимой мы были на этом пляже. Снимали вот эти домики. Тут была пустота. А сейчас торговля. И косички африканские. И, кстати, тут мороженое. 50 рублей. Написано 5 шариков. Наверное, маленьких. Но всё равно в рожке 5 шариков. 50 рублей. Отлично. Кукуруза варёная. Уже стоит 60 рублей. Пироги, самса. Короче, не умрёте с голоду. Овощи, фрукты. Ну-ка. Арбузы почём у вас? Арбузы 50 рублей. Цены на пиво. Я про неё говорила. Мы любим новорос. Разные, да. Почему? Вот этот. А что это за рыбёха по 80? Это бобла. Одна штука 80? Да, 80 и 50. Ой, вон ещё. Вот тут тоже одна штука стоит 50, да? Назаднюю тоже. Дорогая, наверное, вкусная. Надо попробовать. Астраханская рыба. Астраханская? Ага. А вот эта? Какая-то морская, да? Да, морская игла. Игла 200, толстолобик 220, 270, не знаю кто. И всякая камбала, да? Морепродукты. Филе горбуши. 100 грамм 90 рублей. Бычок 100 грамм 50 рублей. Красивое, в моём пахнет. Барабуля 100 грамм 100 рублей. А барабуля жареная или тоже солёная? Копчёная. Рыболуна. Ты понял, что? 60 рублей 100 грамм и 90. А, штучка, да? Написано 100 грамм. 90 и 60. За штучку. Понятно. Да, да. Класс лимона. Кроме маленьких кафе, вот такая большая столовая даже имеется. Просторная. Мангал там при вас всё жарят. Пожалуйста, первые и вторые блюда. Салаты. Кушайте. Тут же бар. Пейте пиво и берите домой. Она какая чемпида? Это у них. Вобла штука 45. 55. А это щуки вообще. А щука почём у вас? У них. Там морозы. Паштучно, да? Здрасте. Здрасте. А чьи арбузы? Малина бурки. Откуда привезли арбузы? С Китая. Разные. Варианты разные. Кого едят? С Китая, говорит. С Китая, говорит. Это, говорит, турецкий хлеб. Ну, не тут его жарят. Нет, это просто мангал. Ну, выглядит неплохо, да. Вот такие кафешечки. Пожалуйста. Чё, хлеб продаёте? Хлеб. 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 Одну репёшку. Купить хочешь лепёшку? Шаурма стоит 140 рублей. Самса стоит 70 рублей. А шаурму в Турции мы покупали за 3 доллара. Дороже в Турции шаурма, чем здесь. Ну, вот мы вышли с пляжа. Прямо. Аквапарк видно. Горки аквапарка. Над столовой. Вон они высокие. Ну, вход в аквапарк не здесь, с другой стороны. Всё. Мы на Пионерском проспекте. Пошли к аквапарку. Машину там поставили. Ну, сколько здесь идёт? 300 метров, наверное. Вот, друзья, комплекс детских аттракционов. Солнечный остров называется. 12 июня, в честь праздника, все аттракционы будут по 100 рублей. Отдыхающие с детьми, имейте в виду. Видимо, это дешевле, чем обычно. По 100 рублей. Если вы приехали на пляж Джимите, то вот эта автостоянка бесплатная. Вот здесь Европарк. Отель называется вот этот. Европарк. За ним находится аквапарк. Если вы успеете занять место. Да. О, мои права. Новенькие, какие красивые. Шикардос. До 2028 года. Вот там находится вход в аквапарк. А в ту сторону находится платная стоянка. Здесь же вот это всё бесплатно. Если приехать с утра, то вполне можно здесь встать. Вот и до сих пор уже полдень есть несколько мест.